и всем привет с вами снова как всегда я до видео не выходили практически месяц или сколько там дней ну короче видео как вы помните мы играли в ресторан кстати кто не видел можете перейти и посмотреть иди на мой канал это касается последнего серии и вот что я хочу еще сказать видите вот эти линдариум мифики я буду когда мне откроют стримы я попытаюсь каждому раздать в этой игре поэтому то есть кому-то дам вот этого 12 к кому-то могу даже стать своих петов это зависит от самих игроков которые будут играть будет раздача сначала будет раздача не вас подписчики и не зрители сначала будет раздача вот этим людям которые будут играть играть а после этого вам ну или наоборот там как все решится как все решится как все давайте расскажу смысл игры так что здесь проходить естественно сначала здесь вы купите за 300 рублей ну вот эти конца свое первое яйцо и и вы будете вот так ходить собирать собираете вам деньги прекрасно и там будут дальше как сказать новые миры как открывать новые миры есть два если вспомню куда надо вот здесь вот вы отправитесь на космос то есть здесь вы сразу будете отправляться на космос вроде бы да на космос вы отправитесь есть еще есть порталами мир это вот это переходим к порталам это когда вы уже полностью все миры откроете там будет портал ну вот терапевтируем все вот он вот он вроде бы вот этот самый дешевый скажу у вас будет вот такой вот такое заведение можно сказать после этого сейчас соберу пока есть так и обратно вот вот это второй самурай думаю вы знаете самурай япония покажу вот вот так вот это выглядит я не буду бегать и показывать я просто заходить и выходим кэнди кэнди как это сладость переходим хонтаун это я не знаю до конца а типа кладбище или что типа чего то такого после этого хэл исланд это ад здесь два таких сундука стоят которые вы откроете его последнее это рай вы попадаете сейчас это мелочевка вот здесь вот у вас стоят два сундука а там дальше один огромный если что вот этот один огромный надо тоже покупать здесь будет табличка где вы будете покупать еще как сразу запускаете всех 4 5 задерживаете отпускаете и у вас все сразу надеюсь еще понятно для вас обычно я делаю так и собираю здесь прокачивание как прокачивание мне надо вместе и открыть потому что у меня нету хаверборда и вот так вот как не знаю займет это кстати еще не знаю как это так получается то то что сейчас сейчас погодите как это так происходит сейчас найду это здесь вот здесь вот так как я вижу меня возраст какой который смотрит все сто процентов 25 34 такие так что я надеюсь что то что у меня будет у меня будет везде сейчас победитель мужчины 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 сто процентов тоже полностью сто процентов где девушки ну вы тоже давайте не мнитесь давайте поджимайте вы понимаете вы понимаете у вас просто сейчас на право и на лево все еще так самая популярная региона россия конечно же индия отпала как я понимаю без подписки без подписки много как обычно чем так вот так набор в команду говорю сразу еще открыть то есть можно добавлять ко мне я там был уходил серия с майнкрафтом где я написал набор в команду вы можете добавляться мы будем играть ну слайба будем играть в робот у кого есть майнкрафт с 1.19 и 2 те кто умеет создавать эльбера то есть можно вместе играть еще майнкрафт потому что есть 1.19 и 2 серии это как она правда вот эта серия ну да и все ну короче если есть 1.19 и 2 то то и вы умеете еще создавать сервера то сделайте и мы будем играть с вами обязательно добавляйтесь ко мне в группу в дискорде буду рад каждому а мы пока что будем играть по идее мне надо я нахожусь здесь я вот кто играет в эту игру те кто вот как вот этот человек находится в лидерах скажите как открыть хакер портал это вот это я просто вообще нифига не понимаю может как то так вот одновременно два вот этих сделать или что я просто не понимаю вот тут написано давайте сделаем смотрите трясет на вот в процент в предотвращение с с на в в в в в в в в в вот в в Субтитры делал Дмитрию. Окей, хорошо, так, окей, типа я туда, я туда как-то прыгну, что ли, допрыгнуть надо, я не понимаю, что мне с ним надо сделать, я же просто не допрыгиваю, вы это понимаете, и здесь не спавнятся сундуки, просто не спавнятся сундуки, я могу вот так вот запрыгнуть и вот так вот туда, а я не знаю. Походу мне надо открыть хаверборд и с помощью него зайти в этот портал, ну слушайте, это как-то долго, мне до хаверборда как собаки или кошки до луны, я вам говорю, что можно еще и сделать в этой игре, в принципе больше ничего не дел, ходишь, добываешь, что-то делаешь, Это такой мини-обзор, кстати, не знаю, можно ли его мини назвать, игра сама крутая, не знаю, мы с друзьями сейчас сидим в этой игре, вот прям частенько, игра называется, игра называется Pet Simulator X, все, больше никак она не называется, Это единственная граница, это единственная граница, Pet Simulator X, кстати, создатель Big Games, это, не знаю, по-вашему, нет, ну по мне, это самый популярный издатель, потому что, не знаю, мне нравятся его игры, От него очень крутые игры выходят, это каждый раз, это я знаю по себе, ну, вы можете сказать то, что, вау, игрался, я не заставляю вам его любить, то есть, на насильный игрок, просто говорю, что он игрался, вы как-то там хотите сами, хотите любить, хотите не любите, Ваш выбор, вау, ради ваш свобождения, пожалуйста, считайте, что это было邀 А, кстати, могу сказать Vincentinasco, это крутоеungen, Вы можете просто зайти в игру, например, уйти гулять с друзьями, на два часа, после этого, вы приходите через, ну, через на три часа, через три часа у вас откроется это. У вас есть бутылка, вы включаете деньги, вот эти кристаллы всякие. Это круто тоже. Тоже создает какую-то атмосферу, которая тоже улучшает тип игры. Играть в эту игру я особо-то не умею. Ну, в принципе, уметь и не надо. Потому что играешь и играешь. Ну и что? И что такого было? Прикол в том, что ты вот так вот ходишь и добываешь. Кстати, еще. Если вы входите в эту группу, то вам дается бесплатно пэт. Только он слабый, это учтите. Но кто только-только зайдет, будет нормальным. Не знаю, есть ли тут вообще люди. О, давайте Оливия подарим какого-то любого пэта. Давайте 10 триллионов. И вот это, и вот эти кнои. Ну, давайте, если у него сами не крутые. А, Оливия. А, так это еще и она. Ну, ладно. Так, что я хотел, помните? Вот, раз, два, два, три. Мне-то нафига? У меня эта медуза уже горгона есть. А, типа она подумала, а-а-а. Типа она подумала, что она на куртах, а. А, погодите. Так это еще собирается? Или нет? А, нет, печально. Вот так вот чем нажимать. вот так вот пусть они обратно и зажимать и они сразу видеть все четвером туда идут так давайте давайте еще осуществим мою мечту моя мечта хотя бы моя мечта хотя бы набрать небольшой хотя бы подписчиков 100 сможем сделать если да то я конечно сможем набрать вот даже здесь написано 100 и 100 я сегодня еще когда у нас сегодня у нас сегодня короче рассказываю историю слушайте внимательно не знаю заинтересует она вас не заинтересует кому будет неинтересно можете проматывать дальше не знаю сколько это история будет лица но немножко глуховато пока что можете пролистывать для кого это неинтересно короче у нас была сегодня технология не вот это из бумажек мы принесли фанеру вот фарту и лобзик а я это думаю вчера я что-то забыл оказывается я забыл тетрадку я такой блин не повезло еще одна луда всегда первым уроком нет на что поставить ее например уроком ну последним уроком потому что ну как то тупо мы только проснулись а там уже пошла вот эта технология мы короче сидим с пацанами как обычно а как обычно это было на перемене конечно они сидели на телефоне играли в стендов ну я как обычно смотрю прозаменил звонок мы шли пошли я реально подумал в тот момент на то что что то не так а после этого я такой понимаю как вы зашли в класс а у меня то все у меня нет у какого дневника у меня то этого нет у тетрадки я такой ну капец спрашиваю у друзей у меня тетрадки они мне дали листочек я на листочке писал не знаю как это так это что там я забыл ну ладно не суть о большой кисть так еще не буду скрывать к нам еще одна история тоже кому не интересно можете перематывать там немножко связано с трамбой но она небольшая у всех были когда вы учитесь в классе и к вам приходит новики который у вас в школе 5 дней и он этот как мой одноклассник нечаянно задел его одноклассник извинился он подумал то что это тот это та жертва моя другой одноклассник он взял ручку его где у вас рука сгибается где вот так вот идет где идет вот так вот кисть а после этого плечо вот посередине он взял ручку и моему однокласснику прям вот так вот туда туда проткнул слава богу кроме немножко было но это я не понимаю почему все новенькие корчат из себя главное но типа ладно я понимаю пойти объясниться словами нафига брать ручку и браза вдыхать я не понимаю таких людей если такие люди меня смотрят что вы не понимаем тупые я вас больше описать никак не могу ну реально вот представьте ситуацию такую я не понимаю нафига вы так делаете это смотрите кто смотрит вот это видео те люди которые такие понимаете то что туда вы можете там с этими людьми хочу делать я вам не запрещаю вы делать еще хотите вот бейте и втыкайте в не учет но запомните в этом вам потом аукнется вас могут посадить во первых это во первых посадить в тюрьму во вторых у вас вас лишат прав просто из-за того то что вас поставят на учет вы будете сидеть в тюрьме и вы не сможете найти себе хорошую оплачиваемую работу согласитесь тем более меня взрослые смотрят это должны согласиться слава богу с одноклассником все хорошо сейчас зашибись ни в какой больнице он сейчас не лежит нигде он не лежит так чтобы не положить с ним все хорошо все нормально звонил ему сказал что он сказал что что все окей просто я не понимаю если что вот эти люди которые меня смотрят я вам ничего не запрещаю что вы сделаете потом в далеком-далеком будущем вам придется время так ладно что я могу рассказать сейчас помню одну из такую которую вам попал бы интересно послушать Ну ладно, все, закончим историю, и так много чего рассказал о себе, о своей школьной жизни. Вот скажите, у вас в детстве, ну или вы сейчас в детстве, я не знаю. У вас в школе есть шведский стол? Вот у нас, да. Чтоб вы понимали! Ё-моё, а! Я застрел. Короче, расскажу и говорю, мы ходим с пацанами, как обычно, на шведский стол, потому что обычной едой столовки мы не наедаемся. Обычно мы ходим на шведский стол. И, короче, после третьего урока мы всегда туда идем. Ну, первый, как это, второй день у школы, мы идем, идем такие, думая, ура, шведский стол, после третьего урока, ура, рады. Мы рады! Просто. Приходим туда спустя одну минуту, приходим. А там-то фига у людей, вот этих. Мы такие, смысле так много? Почему за минуту так быстро я хочу добровать? Мы такие, там стоим, вообще не понимаем. Как это. Там, чтобы вы понимали, очередь. Есть кабинка, где я мою вот эту тью посуду. Мы стояли прям там. Это, как обычно, самое тупое, 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 тупое. Ну, тупое, тупое. Тупое, тупое, вот это. А еще есть несправедливые, есть справедливые и несправедливые учителя. По примеру, многих, потому что, когда опаздываешь на уроки, надо же следовать школьным правилам. Опоздал, даешь дневник, и те остальные. А мы что, были виноваты в тот момент, когда там дофига народу было? Мы что, какие-то тупенькие, отстояли столько, как это, отстояли столько минут, что просто взять и такие. Чтобы вы понимали, там был последний человек, проходил, а мы как это, стояли. И они такие, нам говорят, идите на урок. А мы говорим, не, мы кушать хотим. Я не внимаю, это зачем он так? После этого мы с бутанами сели и начали ржать. После этого. Как обычно у нас бывает. Эх. Ладно, на этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Кому понравится, кому понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Это, конечно. И ставьте эти свои, что правильно, колокольчики. Ну а с вами был, как всегда я. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok